Генерал, в августе был преодолен рубеж в шесть месяцев полномасштабной российской агрессии против Украины. На этой неделе отметка в 200 дней войны. Как вы оцените нынешнюю диспозицию на поле боя? Мы не должны забывать о том, какой была ситуация семь месяцев назад. Тогда мы даже не знали, сможет ли Украина вообще выстоять. Сейчас же многие спрашивают, кто побеждает. В период боевых действий порой сложно ответить на этот вопрос. Мы знаем, что идут жестокие и тяжелые бои, но украинцы отвечают россиянам столь же сильно, если не мощнее. Если посмотреть на ситуацию в целом, стратегически, глазами Владимира Путина или Владимира Зеленского, появляется ощущение, что Украина выживет и останется свободной, независимой страной. С точки зрения Путина, тот факт, что Украина сохранит свою государственность, уже провал и поражение. Сейчас сражения идут за Донбасс и юг Украины, но с более широкой стратегической точки зрения Украина побеждает, особенно если вспомнить о том, что шесть месяцев тому назад мы думали, что Киев падет. В долгосрочной перспективе мы пока не знаем, как ситуация будет развиваться, но то, что сейчас происходит, и Путин, и Россия заслужили. Своими действиями они объединили свободомыслящие страны мира. Да, всегда есть какие-то проблемы и споры на разных уровнях, включая НАТО, но можно ли было представить, что Финляндия и Швеция будут готовы вступить в НАТО? Они ведь были нейтральными странами. Однако эта ситуация все прояснила и расставила на свои места. Происходящее является сигналом не только для России и НАТО, но и для всего мира, для ООН, для тех стран, которые колеблются и выжидают. Это еще один огромный шаг, стратегическая победа, показывающая, что свободомыслящие страны не только страны с демократическим строем, но и все остальные восстают против авторитарных и автократических режимов. Сейчас украинцы удерживают свои боевые позиции. Они стараются двигаться вперед и даже перешли в наступление около Харькова и Херсона. Они держат линию обороны на территории Донбасса. Только представьте себе, два месяца назад со всей переброшенной на Донбасс российской артиллерией мы задавались вопросом о том, сколько украинцы смогут продержаться. И, наконец, другая экзистенциальная битва ведется внутри самой России, за народ, за поддержку режима Путина, за будущее режима Путина. Сколько еще будет продолжаться эта игра в королевство кривых зеркал внутри самой России, которая дается столь дорогой ценой, как материальной, так и человеческой, а также с огромными потерями военной техники? Вопреки всему, эта жестокая и непримиримая война продолжается, и конец пока не видим. Но в результате, если не произойдет чего-то отвратительного, свободолюбивая и независимая Украина будет существовать. И это будет огромным поражением для России и большим успехом для самой Украины и всех свободолюбивых стран мира. Как вы уже упомянули, поступает все больше сообщений о контрнаступательных операциях украинской армии. Насколько мощными они могут быть, и каков, по-вашему, их потенциал в краткосрочной перспективе? Я не знаю точно. Многое зависит от темпов продвижения и инициативы, которые сейчас в руках украинцев. Это тяжелая война на большой территории. Но складывается впечатление, что российские войска находятся на грани. Моральный дух на низком уровне, снабжение плохое. Есть риск, что они будут отрезаны западнее Днепра около Херсона. Их практически заблокировали. Они несут потери на территории Донбасса. И, кроме того, невероятно, но украинская армия отбрасывает их назад неподалеку от Харькова. Все это демонстрирует, что россияне испытывают огромные сложности в этой войне, несмотря на свое численное преимущество. В Советском Союзе люди знали, что сражались за свою родную землю, когда противостояли нацистам. И в войсках было совершенно иное сознание. Сила духа, страсть к победе и желание выжить. У украинцев это есть сейчас. А у россиян из-за того, что они захватчики, этого нет. И это является огромной проблемой. Тысячи российских солдат уже погибли. И только представьте себе, тех раненых, которые возвращаются без рук и ног, им сложно обосновать, почему и за что они сражались. Несмотря на то, что власти говорят, что защищают Россию-матушку, что предотвращают распространение фашизма и милитаризма, и якобы по этой причине Россия пошла в наступление. Все на самом деле по-другому. На платформе «Укринформ» опубликована статья, с автором которой является главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Она называется «Перспективы обеспечения военной кампании 2023 года». Вы согласны с тем, что война по всем имеющимся признакам не закончится до конца 2022 года? Я, пожалуй, соглашусь с такой оценкой, что война вряд ли закончится в 2022 году. Если только россияне не уйдут с украинских земель, захваченных начиная с февраля. Но есть еще земли, которые они захватили в 2014 году, в период моей службы в военном атташе в Москве. Если война остановится сейчас, у России останутся большие украинские территории, которые они захватили и оккупировали за последние 7 месяцев. Это неправильно. И я не думаю, что украинцы готовы вести переговоры, особенно о тех землях, которые Россия захватила после 24 февраля. Поэтому я считаю, что бои продолжатся. Я не думаю, что режим Путина ослабит хватку. Кроме того, нам неизвестно, что происходит внутри самого режима Путина. Для него битва за Украину жизненно важна, и от ее исхода зависит степень доверия к режиму в стране. Сейчас они придерживаются определенной линии и нарратива. Они укрепили связи с некоторыми странами, не входящими в НАТО. Безусловно, с Китаем и с Индией, с которыми заключаются нефтяные и газовые сделки и так далее. Но как долго продлится такое балансирование, и насколько хватит компромиссов? Ключевой стратегический момент заключается в том, что Запад и свободомыслящие страны сплоченно поддерживают Украину, которая столкнулась с этой чудовищной агрессией. Говоря вновь о контрнаступлении, насколько Хаймарса и прочие системы вооружения, предоставленные США, уже помогли Украине, и что еще вы ждете от Вашингтона с точки зрения военной помощи в ближайшие недели или месяцы? Да, и я бы хотел отметить, что не только Вашингтон оказывает помощь, но и многие европейские страны. Это огромная помощь. В течение первых нескольких месяцев войны предоставлялись небольшие тактические системы вооружения, такие как стингеры, дживелины. Все они очень помогли украинцам противостоять российским танкам и конвоям БМП, в частности, помогли отбить их на подступах Киеву и Сумам. Да, Украина получает много помощи. Хотя объемы их вооружения еще не достигли уровня российской артиллерии, тем не менее, украинцы быстро учатся, многие проходят обучение на Западе. И да, они добиваются отличных результатов, используя такое оружие, как Хаймарс, высокоточную систему дальнего действия, гаубицы М777 и другие системы. В итоге, превосходство российской артиллерии, хоть и до сих пор опасное, уже не является угрожающим, как это казалось еще два месяца назад. Это очень серьезное противостояние, и Украине будет предоставлено еще больше помощи. Им нужно больше боеприпасов и оружия, но они уже значительно сократили российское превосходство по сравнению с тем, что было раньше. И последний важный момент. Российские войска разбросаны по большому пространству, особенно на юге страны. Поставки оружия важны. Оно должно продолжать поступать. Его нужно больше, и оно должно быть крупнее и эффективнее, особенно сейчас, когда украинцы переходят в контрнаступление. Я не думаю, что украинское контрнаступление начнется одновременно по всей стране, но есть все признаки того, что российские войска начинают растворяться в разных местах. И такие тенденции заразны и оказывают негативное влияние, когда войска теряют всякое желание воевать. Это происходит независимо от того, какие приказы приходят сверху. Генерал, вы уже сказали о стратегии Владимира Путина. При этом, выступая на экономическом форуме на Дальнем Востоке, Путин заявил, что Россия ни в чем не проиграла и ничего не потеряет от войны в Украине. А что вы думаете о постоянно меняющихся приоритетах Путина? Это зависит от того, что он считает поражением или победой в войне в Украине. Я считаю, что с самого начала и до сих пор целью Путина являлось нанесение обезглавливающего удара и полное уничтожение свободного и независимого украинского государства, у которого есть сильная поддержка на Западе и в других местах. И в этом он терпит поражение, и очень сильное поражение. Эта война непопулярна в России, и для Путина критически важно выжить и победить. Для него лично от этого зависит, сохранит ли он власть после того кошмара, которому подверг население России, и того ущерба, который нанес самому себе. Путин также грозится приостановить поставку всех энергоносителей в Европу и упомянул сделку по экспорту зерна, заключенную при посредничестве ООН. По-вашему, он вновь пытается шантажировать Евросоюз? И что еще может сделать Запад для противодействия ему? Да, конечно, именно этим он и занимается. При этом, как мне кажется, его угрозы имели большую силу несколько месяцев назад. Все понимают, что зима будет тяжелой. Но, насколько я знаю, Запад и Евросоюз уже прорабатывают запасные варианты. Германия будет использовать свои энергетические и нефтяные резервы. Да, ситуация сложная. Но чего добился Путин такими шагами? Какой долгосрочный, стратегический результат он получил? Он вынуждает многие страны, особенно западные, переходить на альтернативные источники энергии, на сжиженный газ и другие носители. Вот что сейчас происходит. Конечно, в этой ситуации Китай возмещает России некоторые понесенные убытки, покупая у нее большие объемы нефти. И Индия, которая ведет двойную игру. Тем не менее, энергетический рычаг, конечно, эффективен, но не настолько, как раньше. Еще один опасный аспект касается ограничения гонки вооружений. Договор СНВ-3 по стратегическому ядерному оружию, который был фактически продлен в феврале 2021 года, сейчас находится в замороженном состоянии. Инспекции были приостановлены. Были надежды, что в ближайшие пять лет начнутся какие-то сдвиги в сторону понимания того, как выйти из этой ужасной ситуации со стратегическим ядерным оружием, вместо того, чтобы снова скатиться к гонке вооружений, и потерять возможность сократить количество другого опасного оружия, в том числе сверхзвукового, в России и в других странах. Таким образом, ситуация с договором СНВ-3 тоже определенным образом увеличила риски. Ядерные вопросы снова всплыли на поверхность в результате ситуации на Запорожской атомной электростанции, где есть угрозы ядерной катастрофы из-за ведущихся боев. И я бы хотел добавить, что совсем недалеко, неподалеку от Николаева, есть еще одна атомная электростанция. Она немного меньше, но там три ядерных реактора. Поэтому надо следить за ситуацией и на этой станции. И хотел бы еще раз повторить, когда россияне начинают говорить что-то, могу ответить только так. Так, Россия, все то, что происходит, происходит из-за того, что вы там. Потому что вы ввели туда войска и начали бои. Чернобыль тоже произошел под вашим контролем. И вы должны понимать, если произойдет ядерная авария и подует ветер, еще неизвестно, в каком направлении он подует. Это может коснуться и тех, кто в России, и, безусловно, тех, кто поддерживает Россию в Украине, в Донбассе и других регионах. Если говорить как раз о Запорожской АЭС, на этой неделе опубликованы первые данные по итогам визита делегации МАГАТЭ на станцию, ситуация на которой называется в докладе неустойчивой. По-вашему, возможно ли добиться создания защищенной зоны вокруг АЭС и заинтересована ли в этом Россия? Если обстоятельства позволят, какими бы они ни были, идеальным решением было бы создание там зоны, свободной от оружия. Конечно, обе стороны должны соблюдать эти условия, и поэтому там должны находиться наблюдатели МАГАТЭ и других независимых организаций. Если произойдет авария, надо помнить, что эта ситуация происходит только потому, что Россия вторглась и оккупировала эту территорию 6,5 месяцев назад. Поэтому, когда начинают сыпаться взаимные обвинения, надо понимать, что вина должна быть возложена исключительно на режим Владимира Путина. Они могут вывести войска или демилитаризировать эту зону, что значительно успокоит ситуацию. Я считаю, что такой опасной ситуации не было даже во времена Холодной войны. Больше всего меня беспокоит, что может произойти авария или инцидент, или провокация, или какое-то еще событие, которое может запустить череду событий в Украине, а может быть и в НАТО или на Западе, когда взыграет гордость, разгорятся страсти и эго. Все эти вещи могут помешать нормальному, спокойному принятию решений, что, в свою очередь, может привести к развязыванию ядерной войны, особенно учитывая условия сегодняшнего высокоскоростного мира, где решения принимаются не так, как это было 30, 40 или 50 лет тому назад. Сегодня решения должны приниматься быстро, и предупреждения делаются быстро, и надо быть в состоянии разобраться, в том, ошибочная ли это оценка, или действительно ядерная угроза. Процесс принятия решений должен быть таким, чтобы не оказаться в ситуации, как в 1914 году, но уже с опасностью ядерной войны, и не спрашивать себя потом, как мы до этого докатились. И, кстати, ядерные силы России и НАТО практически соприкасаются друг с другом в некоторых балтийских странах, и не только. Это очень и очень опасно. Как минимум, мы должны постараться возобновить СНВ-3. Может быть, нам это не удастся сделать. Ситуация крайне опасная. Генерал, и в завершении не могу не спросить, вы были американским военным атташе в России в 2012-2014 годах, как раз в период жестких репрессий Москвы против оппозиции и массовых протестных акций. Тогда послом США был Майкл Макфол, и вскоре после этого случились аннексия Крыма и оккупация частей Донецкой и Луганской областей. Анализируя сейчас, по прошествии восьми лет, видите ли вы связь между действиями Путина внутри страны и в отношении Украины? Было ли уже тогда ощущение, что он может в любой момент перейти к полномасштабной агрессии? Думаю, если говорить о событиях 2014-го, надо вспомнить, что все действительно началось с протестов 2011-12 годов, в том числе Болотной площади. Путин был, конечно, сконцентрирован на том, что происходило на Западе и в Украине. Он считал, что сам менталитет демократических стран и Запада представляет смертельную угрозу для его режима, который он построил и продолжал строить. Свободная рыночная экономика, открытое демократическое мышление были неприемлемы для российского режима, который становился все более автократичным. Потом случился Майдан. В России начали говорить, что это переворот организованной ЦРУ и угроза для них. Затем Олимпийские игры в Сочи. Но мне кажется, решение уже было принято, и они уже об этом думали и планировали. Во многом подобно тому, что происходило после Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В 2014-м они начали раскручивать идею о том, что НАТО хочет построить базу в Украине. В Крыму все достигло крайней точки и началось. Но тогда это были так называемые «маленькие зеленые человечки», и операция была проведена очень осторожно и, можно сказать, довольно эффективно. Несмотря на их намерения, многие были удивлены тем, как все было сделано с теми же «зелеными человечками», якобы вежливыми людьми, и всем остальным. После этого жестокие бои на Востоке Украины в 2014-2015 годах, которые привели к заключению Минских соглашений и замороженному конфликту, длившемуся до сих пор. И уже тогда Путин и его режим решили пойти в Украину и окончательно разгромить ее. Им надо было только понять, как и когда это сделать. И вот они вторглись, как мне кажется, во многом по историческим и эмоциональным соображениям, из-за крайне высокомерного и презрительного отношения Путина и его режима к украинцам. И все это, на мой взгляд, сказалось и на скверном планировании, и на недостаточной подготовке войск, которые вошли в Украину и были полностью разгромлены украинцами. Думаю, это экстраординарное время.